А чуть попозже и дождь с грозой. Вот теперь такой... Уверен, камера не передаст всего того, что ощущаю сейчас я. Полночи какие-то шумы около палатки. И в непосредственной близости выстрелов много было. Еще часик остался, надо просыпаться. Выходить с палатки. Четыре утра. Плюс восемь ночью. Гесметио показал, плюс восемь. Я-то думаю, почему так мне холодно. Укрываюсь уже и в рюкзак ноги прячу. Все равно холодно. Вот так вот. В горах тут немножко по-другому все. Температура ночью существенно опускается. Схожу неподалеку. Здесь есть источник. Умоюсь, наберу водички. На водохранилище Канавью я провел два полных дня. Отлично половил баса на спиннинг. А сегодня пора отправляться дальше по намеченному маршруту. Впереди ждет нелегкая горная дорога и около 60 километров приключений. Пока я поубирался, постирался, собрал рюкзак. Ну и уже фактически 11 часов. Пора выдвигаться. Выбросил все ненужное. Потому что 27 килограмм веса рюкзака. Но это было не дело. Даже соль выбросил. Там такие вот всякие мелочухи. Ну Канавью, прощай. Спасибо за подаренные эмоции. Спасибо за трофей. Я думаю, встретимся еще. Хорошее водохранилище. Мне понравилось. Живописное очень. Рыбалка не такой простой казалось, как я думал. Но, можно сказать, в какой-то мере мне повезло. Высоковато уже поднялся. Последних километра полтора только в горку иду. Ну и крутизна тут. А, вот этот фруктик, который я принял за гуаву. Вкусный? Кто знает, а? Что за фрукт? Вот дерево при дороге. Там дальше. Здесь сад целый с миндалем. Лягкие приоты так поздравляют с наступающим праздником Пасхи. И деда просто начинал. Эвриту – еще одно водохранилище, которое я планировал посетить с рыболовной целью. Но прогноз погоды внес свои поправки. Решаю встречать грозовые дожди в пути, не останавливаться на водохранилище и скорее направляться к ущелью Авакас. Там за моей спиной даже канавию видно. Кажется так близко. Welcome to Fiti. Ну с виду как мандарин, то есть вот эти вот характерные выемки, мягкие такие. По вкусу больше похоже на грейпфрут со шкурками. Вот это уже, друзья, интересно. Водоем. Как здесь они сохраняют нормальный уровень воды? Вот это меня интересует. На такой-то высоте. Знаю, что на Кипре проблемы с водой. И там, кажется, я видел рыбу. Карпов Кои. Да, сейчас спускаемся вниз. А завтра мне придется пересечь. Вот этот вот гордый хребет. Ну, перепела взлетели. И через 50 метров сели. Учитывая поздний выход с предыдущей стоянки и крутые подъемы, результат в 20 километров пройденного сегодня пути можно считать успешным. Привет, друзья! Сегодня седьмой или восьмой день моего путешествия. На часах 6 утра. И я быстренько сейчас снимаюсь с лагеря, поскольку на пятки наступает мне дождь. А чуть попозже и дождь с грозой. Быстренько нужно пройти как можно больше и искать место для стоянки. Нос красный, лоб белый. Нормальный походный вид. Холодно, сыро сегодня было. Поспал всего несколько часиков. Под утро часа два просто крутился, вертелся. Пораньше встал, ты там уже начал собираться потихоньку. Да, хороший сон мне сейчас бы не помешал. Сколько дней подряд надо бы выспаться. А вот и водичка. Шел-шел там такой резкий спуск вниз и тупик. Теперь возвращаюсь. Я прошел-то всего около 4 километров. Остановился позавтраку сейчас. Орехи, овсяные хлопья. Вообще-то дело молоком заливают. Ну, за неимением последнего то будем так употреблять. Субтитры сделал DimaTorzok Прошел 2 километра. Тут не то, что километры. Тут каждая стометровка дается с большим трудом. Обещанный прогноз не сбывается. Но с одной стороны это нам на руку. Но с другой стороны, с другой стороны из-за грозовых дождей мне пришлось отказаться от водохранилища евретов. Ух, и змеюка. Вот такой вот полос. Вылазь. Дальше уже будет понакатанный вниз. Ну, наконец, я добрался к месту. Вернее, почти добрался. Потому что в сам каньон решил сегодня не спускаться, а решил встать на лагерь, высушить палатку. Мокрая, мокрющая. Отсушится. Вот на такой полянке буду сегодня ночевать. А завтра встану пораньше и не спеша покажу вам, что там интересного, красивого. Сам полюбуюсь. Еще у меня была проблемка немножко с водой. Вот оставалось пол-литра. Это только приготовить ужин. Я уже не говорю о том, чтобы попить и на другие цели. И я вот случайно нашел еще вот миллилитров 250 водички. С этикеткой бутылка была. На запах нормальная, не испорченная. Профильтрую ее, прокипячу. Это и сгодится. Подошел к завершению седьмой день путешествия, который можно назвать побегом от дождя. Сегодня пройдено около 16 километров. Но гроза все-таки началась. Я встал. Прямо в разгар пришлось закрывать вентиляционное отверстие. На всякий случай подключал гаджеты. Кроме камеры сейчас. Доброе утро. Палатка выдержала испытания с достоинством. Царела, правда, вся. Но изнутри сухая. Это главное. Тучки тут туда-сюда крутятся. Собираемся и двигаемся в ущелье Авакас. Или Авакас. Как раз дождь начинается. Хватит сейчас посмотреть. Наверное, пережду. Приготовлю пока себе завтрак. Так, чуть распогодилось. Дождик нас пока что обошел стороной. Поэтому продолжим. Насколько прохладнее стало здесь. Уверен, камера не передаст всего того, что ощущаю сейчас я. Я никогда такого не видел. Может быть, поэтому. Если вы уже там бывали в таких местах, может, вам будет неинтересно. Хотя я сомневаюсь. Очень круто. И голубы везде. И здесь хорошо. И вода близко. И прохладно. И укрытие. Скользкие очень. Опа. Вроде как получилось. Опасно. Тем более, все руки заняты. И камеры. И палки. И рюкзак. Так, вы тут тоже полюбуйтесь. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Пора идти. Я уже замерз, честно. Здесь прохладно. Очень. ПОДПИШИСЬ! Поехладно. ПОДПИШИСЬ! Вот и я, всегда и я, 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 и я. Здравствуйте! Это было хорошо. Вы находите себя в порядке. Хорошо. Вы начали в сентябре? Да. Хорошо. Выбивались все в порядке? Нет. Или украли? Да, хорошо. 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 Два и половина. иностранцы оценили да мой английский мой вокал люблю петь очень на самом деле я считаю хорошая эмоциональная разрядка пение и зарядка я пришел к месту пораньше и не прогадал вам того же советую поскольку наверно туристов 50 я встретил на обратном пути а теперь вперед средиземному морю и и и и и и и и из ох и неприветливым оказалось море до ниточки дождь меня промочил еще одна . не дождя нам не надо сейчас давай как-то обходи стороной а а вот и первые бананчики на моем пути они зеленые и хозяйские кто-то их охраняет наверное а мне нужно найти сейчас дикий пляж пройти город и в общем-то расслабляться дальше так вроде нашел мне можно попробовать банан нужно настолько переспелый и испорченный попробовать не буду вот валяются мелкие вот я там посвежее нашел попробуйте сейчас я уверен это должен быть вкусный на ну как я с бананами тяжелые здесь валяются эти бананы напоролся бедняга на рифы его решили здесь оставить вот теперь такой памятник тут навигатор показывает что есть дорога мы пойдем вдоль побережье и воздухом этим подышим морским и картинка поинтересней я точно останавливаю здесь правда еще не знаю где буду ставить палатку ну как вам местечко я знаю что сейчас никуда не надо идти можно просто наслаждаться сидишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра что дует с моря и думаешь свободен ты и жизнь лишь началась и губы жжет подруги поцелуй пропитаны слезой кажись из какого-то фильма правда там плохо все кончилось сегодня все отлично все замечательно все все утречка добрая узнаете кружку для тех кто не знает это кружка талисман на ней оставляю гравировку мест которых бывал и когда-то я ее передам своему наследнику заключительной точки маршрута я достиг на девятый день после чего отправился на соленое озеро и вел охоту на розовых фламинго которые зимуют здесь в большом количестве но с приходом тепла птиц осталось совсем мало тому же их чрезвычайная осторожность не позволила сделать достойные кадры так завершился мой одиночный поход в котором я прошел около ста километров интересных дорог и троп но на кипре у меня остались нерешенные дела поэтому я обязательно еще сюда вернусь поснимаю что-то интересное для вас ух ты бляха муха а я я я а ух и неприятно на руку приземлился а тут каждый шаг дается с таким усилием то жесть для того чтобы вы понимали всю серьезность данного путешествия я сейчас вам покажу стертую подошву здесь был протектор да здесь был протектор его нет попробуем зеленый зеленый банан очень терпкий не не пробуйте зеленые бананы